Окей, ребят, в общем-то всем здорова. Сейчас, наверное, в кадре темно, потому что солнце пропало, но через минуту солнце выйдет, наверное, поэтому такое будет освещение постоянно. Ну ладно, что это за видосик? Это видео, как строить вылет. Или кикер. Заставка. Да, собственно говоря, прежде чем знать как, надо знать что. В общем-то, что такое вылет или кикер? Это, по сути, одно и то же. Что это такое? Это конструкция из дерева или из земли, которая подбрасывает вас в воздух. Будь то на байке, на скидборде, на лыжах, на чем угодно. В общем-то, я буду рассказывать, как строить вылет для байка. Они немножко различаются от вида транспорта, скажем так. Например, для сноуборда нужны кикеры с большим радиусом. Вылеты подразделяются на две основные категории. Это плоские вылеты и радиусы. В чем их различие? Плоские вылеты, как следовательное название, они плоские. Как дропы, только под наклоном вверх. А радиусы, они с кривизной. Я подразделяю радиусы на две основные категории. Это скоростные радиусы, то есть с малым углом вылета, то есть градусов 20-30, угол вылета, и с большим радиусом 6-7 метров. Они имеют форму очень пологую, и на большой скорости их пулять очень приятно. Их противоположность это дёртовые вылеты. Вылеты для дёрта. У них радиус относительно маленький, метра 4, ну максимум 5. Угол вылета у них большой, то есть где-то 70-80 градусов. И они пуляют высоко. В общем-то, это деревянный вылет. Сейчас расскажу, как я его построил. Фокус, наверное, не на мне, а вот тут вот. Ну да ладно, самое главное, тут это вылет, а не я. Итак, как я его строил? Наверное, с того ракурса, куда я поставил камеру, это хорошо видно. Первое, что я сделал, это вкопал опоры. Две вот тут вот опоры, по одной с каждой стороны. Две вот тут вот, и ещё две там. Следующее, что я сделал, это прибил перемычки между ними. То есть между опорами вот такие вот бревна. Тут, тут, там, скорее всего, это нету. Может и есть, я уже не помню. Дальше я их укрепил, прибив между опорами по одигонали бревна небольшие. Там, тут и тут. Следующее, что я сделал, это прибил направляющие. Направляющие уже доски. Доски, самая сложная часть этого вылета. Сам вылет, каркас для него я построил за день. А доски я неделю заготавливал, потому что они сделаны из бревен. Из каждого бревна по две доски было. Это очень гимнорно было. Я больше так никогда не буду делать. Шоров вообще легче всего плоские вылеты делать. Поэтому радиусы лучше строить из земли. Собственно говоря, про радиусы. Радиусы проще всего строить из земли. Я пробовал строить три варианта земляных вылетов. Это два из них. Вот это вот, мне кажется, самый простой из них. Я взял просто тупо бревна. Вот такие вот. Несколько штук. Положил их на землю. На желанной высоты. В данном случае это примерно по колено. И просто присыпал их землей. Это, на мой взгляд, один из самых легких способов строить вылет. Но он не самый эффективный, потому что на этот вылет у меня ушел целый день. Вот этот вот вылет примерно по той же конструкции. Но в чем его особенность? Это в том, что тут есть стенка. То есть она держит землю, чтобы она не укатилась туда. Этот вылет еще не законченный. У него форма не та, которую я хочу. Но это часть степапа. А степап пока на паузе. Я его не строю пока, потому что у меня нету досок на шор. Но это об этом поподробнее в контритреле. В общем-то, что мы тут имеем? Мы имеем две ветки, воткнутые, примерно вот такой вот толщины. На них упираются вот такие вот маленькие веточки. Образуют стенку. Фотография сейчас, видите, сзади. И на эту стенку упирается земля. И не укатывается туда. Моя ошибка, потому что это был первый вылет такой конфигурации. Моя ошибка была в том, что я недостаточно глубоко вкопал вот эти вот ветки. Поэтому они, наверное, скоро туда уедут. Ну да ладно. Как-нибудь их укреплю потом. В общем-то, этот способ хорош для довольно-таки высоких вылетов. Потому что этот вылет метр высотой. Да. Но есть и проще способ построить такие большие вылеты, которые я попробовал только вчера. И он реально эффективный. Ну, собственно, перейдем к нему. Итак, это вылет. Я его построил только вчера. Это, на мой взгляд, самый эффективный метод строить вылеты. По крайней мере, который я нашел пока. Что мы тут имеем? Это некий гибрид шора и земляного вылета. То есть, что я этим имею в виду? Я построил каркас, как у шора, из веток, бревен, не знаю, как это назвать. В общем-то, вот такой вот примерно толщины веток. Наложил вот такие вот бревна небольшие, небольшие веточки. В море их, как я сделал в том вылете только со стенкой. Я переместил эту стенку, положил ее почти горизонтально. И насыпал на нее землю. На весь этот вылет, как вы видите, он у меня по пояс. На весь этот вылет у меня ушло часа четыре. Начало я сделал полностью из земли, потому что там быстрее было делать из земли, чем из веток. Но тут, если бы я такой высоты делал из земли, то земля бы рассыпалась вот примерно до сюда. Соответственно, это целая тонна земли была бы. Я его еще не тестил, поэтому насчет наката и формы его сказать не могу. Ну, да, он очень стрёмный на самом деле. Пять метров гэпа через тропинку. Тропинка гэпа. Призем еще не совсем достроен, но об этом я расскажу в Country Trail, который выйдет не знаю когда. Самое главное в таких вылетах это сделать надежную конструкцию, надежный каркас. То есть, что мы тут имеем? Одна из опор это ель, по-моему, да, это ель. К ней прибита ветка вот такой вот толщины, тоже ель. Ствол ели упавший. Вторая опора примерно такой же толщины ветка. Вкопана она примерно вот настолько. Я ее не вкапывал, я ее вбивал. То есть, я затащил край, конец, и кувалду ее в землю вогнал. Примерно вот настолько. Она вроде бы не шатается. И направляющие. Четыре направляющих, две с каждой стороны. Одни вот так вот, обеспечивающие финальный угол вылета. У него 35 градусов угол вылета. И переходные направляющие, скажем так, прибитые. Вот тут вот, обеспечивающие переход с плоской поверхности земли на угол вылета. То есть, это как бы радиус, но как бы и плоский. Потому что сами направляющие, как у плоского вылета. А землей я ему придал кривизну, как у радиуса. В общем-то, призем тоже важная часть вылета. Обычно я строю ровные, плоские приземления со скоростных вылетов, скоростных радиусов или плоских вылетов. Потому что на большой скорости на ровное приземление приземляться, на мой взгляд, гораздо легче, чем на радиусное приземление. Из дёртовых вылетов, с вылетов больших радиусов, которые управляют высоко, лучше всего строить радиусное приземление. То есть, такие же кривые. Их строить точно так же, как и вылеты. Можно из дерева, можно из земли. Те же самые способы, только перевернуть их наоборот. И ровными сделать они с кривлением. В общем-то, это и есть призема. Но самая сложная часть построить призем, это узнать, где его, собственно, строить. Можно пойти научным путём, можно рассчитать всё. Этот вылет я рассчитывал. Скажу сразу, это очень гиморно и, скорее всего, это получится неправильно. Не из-за того, что формула неверная, калькулятор сломался или всё это в этом роде. Это всё из-за того, что, во-первых, довольно-таки сложно учесть сопротивление воздуха. Во-вторых, довольно-таки сложно оценить адекватно скорость, с которой вы будете вылетать. Из-за этого вычислять получается довольно-таки сложно. Обычно я делаю это на глазок. Я беру шишечку или камешек и кидаю её с примерно той же скоростью под примерно тем же углом. Она летит по той же траектории, что и вы. Так как вот в формуле, которая определяет траекторию полёта, нигде не учитывается масса тела. Да, тут уже физика пошла, ну да ладно. Поэтому камень или шишка будут лететь по той же траектории. Самое сложное остаётся – это скорость. С опытом вы примерно начнёте адекватно оценивать, с какой скоростью вы будете к нему подъезжать. Советую построить призем со столом, потому что с первого раза адекватно оценить скорость, с которой вы будете вылетать, довольно-таки сложно. Если вы построите приземление со столом, то, скорее всего, избежите того же, что я испытал, когда тестил его. Да, было неприятно. Хорошо, что колесо было не моё, а Григория, да. Ну да ладно. Собственно, про приземление, наверное, всё. Если кому-то хочется узнать, как рассчитывать с помощью формулы, вот формула на экране, подставляете туда скорость, угол вылета, и она даёт вам результат в метрах. Да, самое главное – скорость в метрах в секунду, подставляете. Из инструментов лопата, разумеется, если устроить из земли вылет топор, чтобы расчистить место. И удобнее будет использовать некий сосуд, чтобы перемещать землю. Я изначально строил чисто с помощью лопаты, это так гиморно. В итоге я взял себе тачку садовую, и, собственно, прогресс налицо, как видите. Не обязательно брать тачку, можно взять тупое ведро, какое-нибудь 20-литровое, тоже сойдёт. Отходите куда-нибудь подальше от трассы, от траектории, там, где вы точно знаете, никакой траектории не будет. Копаете там яму, насыпаете землю в ведро, потом идёте и используете её на вылет. Это смотрится довольно-таки приятно, потому что рядом с каждым вылетом нету ямы размером с этот вылет. Ну, это всё довольно-таки легко, максимум день работы. Самое сложное – это выбрать нужное место для вылета. Место это должно удовлетворять несколько критериев. Вылет должен быть подальше от тропинок, там, где кегли ходят, потому что, ну, вы понимаете, неприятно каждый раз оттормаживаться, потому что там идут кегли. Плюс, если вы построите вылет там, где постоянно ходят люди, не удивляйтесь, если через пару недель его снесут. Вот этот вот Country Trail, там, где, собственно, я нахожусь, за всё время, как я его строил, это примерно год, я тут видел 5 человек. Поэтому тут всё ещё стоит, ничего не свисли. Также немаловажным критерием является наличие разгона. Будь то это либо склон, либо просто плоское место, на котором можно нормально впедалить. Наличие разгона – это самый важный критерий. У меня в лесу нету никакого разгона, никакого склона, никакой горы, к сожалению. Поэтому я построил разгонку. Разгонку реально сложно делать, я её построил за неделю, каждый день с утра до ночи, но она того стоит. Проще всего расчистить некую тропинку, дорогу, насыпать туда слой земли, примерно вот такой вот, разровнять её, чтобы накат был хороший, и просто тупо педалить. Это самый простой способ взять скорость. Конечно, если у вас нету склона, если у вас есть склон, расчищайте его, пожалуйста. Офигенный разгон. В общем-то, если есть вылет и естественная горка, использовать эту горку как приземление – это гораздо эффективнее, чем строить самому приземление. Как его протестить? Сделайте пару подъездов к нему с адекватной скоростью, просто не улетайте, а тормаживайтесь перед ним. Смотрите по траектории, во-первых, куда вас выкидывает вылет, во-вторых, смотрите на скорость, то есть реально долетите ли вы или нет. После пары-тройки подъездов у вас, скорее всего, либо появится уверенность в вылете, и вы его спокойно протестите, либо вы поймёте, что вы физически туда не долетите и подвинете приземку поближе. В общем-то, надеюсь, вы что-то поняли из моей болтовни. Сейчас пару кадров, как я пуляю шор, потому что не зря же я сюда байк притащил. Ну, ладно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Копла! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok